Сила воскресения Сила воскресения Сила воскресения Сила воскресения Сила воскресения сегодня изменить твою жизнь, изменить твою ситуацию. Написано, первый же день недели, очень рано, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу. И вместе с ними некоторые другие, но нашли отваленный камень от гроба. И войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали, они об этом вдруг пристали, пред ними два мужа, в одеждах пристали, то есть ангелы. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Почему они наклонили лица свои на земле? Потому что когда ты ангела видишь, когда ангел к тебе приходит из света Божий, ты не можешь смотреть, потому что ты можешь ослепнуть. Вот почему они наклонили от этого яркого света. И говорится, что дальше написано, что вы ищете живого между мертвыми. Живого между мертвыми. К сожалению, сегодня наш народ продолжает искать Иисуса между мертвыми. Какие-то традиции, прошлое, какие-то обряды. Там Иисуса нет. Я не буду сейчас все рассказывать, потому что у меня есть что сказать про традиции, про всего служения мертвым делам, бесплодным делам тьмы. Я не хочу это трогать сейчас. И написано, Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Оказывается, Христос говорил. Христос говорил ученикам три с половиной года, когда они были с Ним, что Я воскресну. И в этот день, в день воскресения, ученики не верят. Ученики начинают сомневаться. Когда женщины, Мария, когда они увидели, побежали ко Христу, я буду дальше читать. Сказали, Христос воскрес. Они говорят, что ты что, женщина, крыша у тебя поехала или что? А Он им говорил уже, всем двенадцати ученикам. Сегодня есть многие верующие, многие христиане, которые уходят в церковь годами, которые делают все обряды, но они на самом деле не верят, что Христос воскрес. Они верят только на уровне разума. Но эта истина, она не утвердилась в их сердце. Вот почему они приходят в церковь каждое воскресенье или в год раз. Они делают те же обряды и уходят такими же, и ничто не происходит в их жизни. И здесь говорится, говорится, что Он же говорил вам, когда был еще в Галилее, и сказываю, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным, руке человеков-грешников, и быть разбитым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это, одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, были женщины. Смотрите, женщины были. Интересно. Женщины пришли туда. Почему? Они принесли Ему что? Аромат, чтобы помазать Ему тело. Слава Богу за женщину. Женщины, вот почему у нас служение, вспоможение женщины. Они приходят и мажут ароматами. Ну, то есть, вы поняли? У них даже елей, елей с ними всегда. Они приглашают, они встречают гостей. Они делают пастырю чай. Они когда-то заботятся о еде. Это служение, важное служение. Люди просто не понимают, насколько это важно. И говорится, что... Говорится, что... Мария, мать Иакова и другие. Здесь не была Мария, мать Иисуса. Здесь была Мария Магдалина. Кто такая Мария Магдалина? Это женщина, из которого Иисус изгнал... Сколько бесов? Семь. Вот вы знаете, что семь бесов. Это вы точно знаете, что семь. И написано, и показались им слова их. Смотрите, приходят к апостолам. Апостолам, двенадцати апостолов. И говорят это все. И вот как апостолы реагируют. И написано. Так, 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 так. А, и показались им слова их пустыми. И не поверили им. Но Петр встал, побежал ко гробу. И наклонившись, увидел только пелены лежащие. И пошел назад, девясь сам себе пришедшим. Слава Иисусу! Говорите, что... Что ученики интересные. Я когда читал, я думаю, ничего себе. Ходили три с половиной года. И все равно что? Не поверили. Не поверили. Туда не Петр побежал ко гробу. Не Петр первый увидел. А Мария увидела. И даже после воскресения, когда Христос воскрес, Он пришел не Петру, ученику. А Он пришел, знаете, кому? Марии Магнолины. Из которой знал семь песок. Которая жила распущенной жизнью. Но когда распределась за Христом, ее жизнь изменилась. И это говорит о том, для Бога не страшно и не важно твое прошлое. Кто ты был? Может, ты была, как Мария Магнолина. Может, из тебя изгнали семь бесов. Но если твое сердце открыто перед ним, если твое сердце жаждет Бога, Он тебя никогда не пропустит. Он придет тебе сегодня или ночью и скажет, «Дочь, сын, вот я, и я хочу благословить твою жизнь. И мне все равно, что у тебя было в прошлом, что ты делала, гадала ты, гуляла ты, развелась уже пять-шесть раз. Мне все равно. Мне все равно, сделала ли ты аборт уже два-три раза, убила невинного детенка. Мне все равно. Но я хочу тебе сказать, что я тебя люблю». Вы можете улыбнуться, сегодня Пасха. Ну, хоть ладно, пробуй, ведь слушайте с улыбкой. Просто зубы покажите своим. Чисто американское улыбка. Или мне проповедовать, я вам вот так делаю, да? Братья и сестры, воскресение Христа является самым центральным событием в Библии. Это самый важный, самый важный и главный праздник. Я вам хочу сказать, это важнее, чем Новый год. Вы знаете это или нет? Новый год. Новый год раньше вообще не отмечали. Раньше, до 1917 года, раньше шло сначала Рождество, а потом Новый год. Все праздновали Рождество, делали подарки, делали добрые дела. А потом что, коммунист пришел? И что? И что? Их цель была разрушить мышление людей. Вот это, как его? Смысл и силу Рождества. И Новый год, это уже для этого мира важнее, чем Рождество. Почему? Потому что, ну, Новый год же. И Новый год напились. Извините, набухались. Новый год отметили, а ничего нового не произошло. Но сломанный бандаж, больница переполнена. Ну и что, Новый год? Ну и что, ничего не произошло. Еще хуже стало. Но Рождество, оно намного важнее. А мы раньше так отмечали. Делали подарки друг другу людям. Водку, коньяк не дарили. Дарили другие. Поэтому, воскресение Иисуса Христа является основанием нашей веры и нашей жизни. Поэтому церковь Иисуса Христа сегодня бы не родилась и не создалась бы, если бы не воскресение, если бы не сила воскресения. Но Библия говорит, что если Христос не воскрес, то тогда наша вера, все, что мы делаем, все будет тщетно. Все будет тщетно. Но мы благодарим Бога за Его силу воскресения. Благодаря силе воскресения церковь не только сегодня. И две тысячи лет назад церковь всегда переживала гонения. Были трудности. Ученики умерли все в мученической смерти, кроме Иоанна, который умер на Патмосе, и Иуда, который повесился. Все умерли в мученической смерти. С некоторых снимали скальп. Апостолу Павлу, апостола Петра распяли вниз головой. И они все радовались, что ради Иисуса Христа, ради своего Господа они удостоены смерти. И как вы думаете? Зная, что их будут мучить и зная, что их будут казнить. И они радовались. Что дало им эту радость внутреннюю? Это сила воскресения. Это сила воскресения. Сила, которая воскресила Иисуса Христа измертвого. Слава Богу, ты здесь или нет? Поэтому всякий раз, когда церковь переживала гонений, и сегодня церковь проходит трудности. Сегодня не все нашу церковь любят. Сегодня есть люди, которые проглядают нашу церковь. Да, я помню, как я на рынке, я просто иду себе и покупаю фрукты. И приходит одна женщина такая, знаете, ну лицо такое, ну точно, там наполнено бесом. И она мне смотрит и говорит, я тебя прокляну, тебя, твоих детей. И мы собрались уже все ворожки, колдуны, чтобы тебя уничтожить, потому что ты мешаешь нам. Ты уйдешь, уедешь отсюда. Я посмотрел на нее, и я ей говорю, прямо на нее, я говорю, бес, я запрещаю освободить эту несчастную женщину. Я говорю, дорогая, тебе нужно освобождение. Ты наполнена бесами. И я говорю, иди отсюда, говорю. Быстро, я сказал. Не, не, я так не сделал. Ну, вы знаете, сегодня я живу, сегодня церковь растет, а я не знаю, где эта женщина. Я не знаю, где она. Может, бесы ее уже удушили, задушили. А даже я в пиве молился за одну женщину. За одну женщину. Она была одержима бесами. Одержима бесами. И она начала, когда она начала освобождаться, она начала говорить имена какие-то. Имена бесов, которые жили в ней. И бесы начали говорить через нее. Мы имеем полное право жить в ней. Я говорю, почему? Говорит, потому что она впустила нас. И мы не выйдем, потому что она любит нас. И она хочет, чтобы мы жили у нее. И я сказал, женщина, я за тебя молиться не буду, потому что ты любишь один бес. Ты любишь гадать, ты любишь ворожить, ты любишь, ты живешь в непрощении. И я начал понимать непрощение к своему бывшему дужу. Непрощение. Ты наполнена горечью, и Бог тебя не освободил. Пока ты не покаришься и не уберешься. Я раньше захотел. Я ее оставил. Как же я смогу? Бог ее освобождает, а не я. Аминь. Поэтому дьявол сегодня мучает людей. И людей очень жалко. Людей очень жалко. Люди попадают под влияние врага. Но сила воскресения, она способна защитить твое сердце и твой разум от всяких этих демонических оттап. И говорится, что в Слове Божьем, давайте я вам все-таки прочитаю. И церковь, как бы на нее не было давления, церковь все равно становится сильнее и сильнее. Почему церковь становится сильнее и сильнее? Потому что церковь сегодня действует, двигается, живет благодаря силе воскресения. Аминь. Пасха – это что? Это освобождение. Это воскресение. Поэтому мы сегодня празднуем этот день. И мы радуемся. Я рад, что 23 года назад Бог меня нашел. Я жил в Киеве себе. Такой парень такой, самоуверенный, горденький. И думал, что я, если Бог меня сотворил, я и есть Бог. Но Он же меня сотворил, я все знаю. Но я понимал, что моя жизнь катится вниз. И мне нужно было смириться. Но если вот так моя жизнь проходится, ну неужели я так буду жить и дальше, и дальше, и дальше. И слава Богу, что Бог постучался в мое сердце. Что 23 года назад я отдался Ему. Отдался. И я даже никогда не мог подумать, что Бог сделает меня пастырем. Что Он поручит мне воспитывать людей, вести людей за Иисуса. И слава Богу, что мы подняли ни одну, ни две, ни три церкви по всей области. И даже половина Сумская области у нас есть в церкви. И Бог дал мне даже благодать поднять этих людей. Кто мог верить в это? Я даже никогда не мог представить, что Бог это сделал. Хотя на свою жизнь я смотрел, что я хорошим никогда не был. Никогда. Я всегда думал так. Хорошим я буду для бедных, но опасным для богатых. И у меня была цель уже с детства, чтобы богатые все меня боялись. Чтобы я просто наказывал их. У меня было внутреннее желание быть таким. Просто внутреннее. И это было демоническое желание. Потому что слова, которые говорили в мой адрес, это были слова про клясть, а не благословение. Но слава Богу, что Господь, Он встретился. Он нашел меня. Не я Его нашел. Он меня нашел. Не я искал Его. Не я в Нем нуждался. А Он во мне нуждался. Потому что Он видел меня еще до рождения, до рождения, до моего рождения. Он видел уже меня в очреве матери. И Библия говорит, что Он соткал меня в очреве матери. И Давид говорит, царь Давид, что зародыш мой видел Господа, Творца Своего. Оказывается, зародыш, который был в очреве матери, это был я. Я уже видел Бога. Каким образом? Я не знаю. И Бог уже поставил печать на мне, что ты будешь моим детем, и ты будешь моим служителем. Сегодня Бог также поставил печать на каждого. У Него есть большая печать на тебя, дорогая. И как бы ты ни пыталась бы прятаться от Него, Он все равно, у Него есть такая служба охраны там. У Него есть такие ангелы. И Он скажет, за ней следите. Чтобы она ничего не натворила, и чтобы ей никто не натворил что-то плохое. Бог, Он благой. Скажи на это аминь. Давайте еще пару мест писаний, и мы будем молиться. У меня здесь пять мест писаний. Но сегодня просто задержались, честно. Сегодня немного задержались. У меня был список, как все должно проходить. Но когда я пришел сюда, я понял, что мой список здесь даже близко не работает. Первая Коринфяна, 15 глава, с 12-го. Потерпите еще 10-15 минут. Я понимаю, что вам всем убежать хочется. Ой, что за пасхальное служение? Мы думали, сейчас пастор выйдет, окропит нас, раздаст нам яичок, пасточки подарит. И скажет, Христос воскрес, и вы все так уйдете радостно этими. То есть, пульками яички. Не-не-не, мы яички не дарим на пасху. Нет. В Библии вообще про яички ничего не говорится. И даже насчет пасточки. Мы празднуем живого Христа. Аминь. Аминь. Сегодня Он воскрес. Аминь. Аминь. Поэтому мы в эти игры не играем. В Библии этого нет, и я этого не делаю. 15 глава с 12 написано с 13 стиха. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Но вы же все верите, что Он воскрес? Верите. Я раньше ходил и говорил, Христос воскрес, воистину воскрес. И я все это говорил. Но я даже не знал, не имел представления вообще, даже смысл этого праздника. Ну что воскрес, воистину воскрес. А что мне от этого? Ну Он воскрес и спрятался на небе где-то. А я тут мучаюсь, хожу без денег, бизнес не идет, проблемы там, там, там. Ну Он воскрес, ну и что дальше? Зачем мне это воскресенье? А ну мне не надо такое воскресенье. Ну если Он воскрес, почему я смерчу? Почему если Он воскрес, почему я как мертвый хожу? Почему у меня там не получается, там и там не получается? Ну если Он воскрес. И потом я понял, что Он воскрес ради меня, чтобы привести меня к себе, чтобы также воскресить мою жизнь, мою мертвую душу, чтобы я не пошел в вечность без Него. Он воскрес, чтобы воскресить меня. Аллилуйя! Это так прекрасно. И поэтому дальше говорится, а если Христос не воскрес, то и пробует моя тщетно, тщетная вера наша. То есть если Христос не воскрес бы, и я проповедовал вам, это было бы просто пустой шум. Но это не пустой шум. Вот когда мы начнем молиться, вы поймете, что это не пустой шум. Если ты откроешь свое сердце, Он наполнит тебя. Если ты закроешь и скажешь, о, я пошел домой свои яйца доедать, крашеные, пожалуйста, ты ничего не получишь. Но если ты сегодня откроешь свое сердце, то Бог тебя благословит. И дальше говорится, притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. То есть погибли что? Если мы на самом деле, мы не верим в воскресение Христа, то Библия говорит, когда мы умираем физической смертью, то что говорится? Мы погибаем. О чем здесь говорится? Здесь говорится о вечной смерти. Вечное разделение от Бога. Это самое страшное. Самое страшное. Как я рассказывал недавно одному проповеднику, Бог в Духе Его взял на небеса и показал Ему ад. И когда Он увидел ад, Он начал кричать. И Иисус Ему сказал, пойди скажи людям, что ад реальный, что здесь вечные муки. И если они не примут меня, если они отвергнут меня, они все пойдут туда. Все пойдут туда. Традиции их не спасут. Религия их не спасет. Обряды их не спасут. Только живое взаимоотношение со мной. Только живая вера. Только живая вера. И когда Иисус Ему сказал это, и этот проповедник говорит, Господи, помоги, я хочу остаться здесь. Здесь так прекрасно. Он говорит, у тебя жена, дети. Он говорит, они как-то сами позаботятся о себе. Только я хочу быть с тобой. Иисус сказал, не время еще. Иди. И вот Дух опять вошел в него. И вот это все реально видит. Как люди там учатся. Как душа хочет себе смерти, но она не может умереть. Потому что вечные муки. Самое главное, когда человек умирает. И его кладут в этот ящик. По названию гроб. Это ящик. Нас всех положат в этот ящик. Кого-то через сорок лет. Кого-то через пятьдесят. Кого-то через двадцать. Кого-то через сто. Всех положат в этот ящик. Всех. И самое главное. Мы должны задать вопрос. А когда меня положат? Пойду ли я в вечность со Христом? Ведь Он же в воскресенье, чтобы воскресить и мою жизнь, мою мертвую душу. Куда я пойду? К Богу или вечную смерть? Дьявол враг. Он только этого не ждет. Вот почему. Он сеет твердыни и ложь в разуме людей. Чтобы люди больше уповали на свои деньги. Уповали на что угодно. Только не на Господа. Только не на Господа. Чтобы люди осуетились в своих умах. Чтобы люди, они были наполнены злом. Он делает все. Чтобы ослепить человека. Одеть очи на него. Очи гордости, греха. И чтобы уничтожить его. Вот поэтому и Библия говорит, что вот пришел дьявол для того, для конкретной цели. Чтобы украсть, убить и погубить. Это задача дьявола. Но Иисус сказал, но я пришел, чтобы вы имели жизнь. Какую жизнь? Жизнь с избытком. Изобилие. Бог желает дать изобилие. Да, Наташечка? Ты сегодня приехала? Наталья у нас ходит с гелиатрического центра. Она самая жаждащая женщина. Как твои дела, дорогая? Надо когда к вам заехать? Валя меня не берет. Вы уже там заберитесь, поругайте ее. Нет, а берет меня, я шучу. У нас в гелиатрическом центре сколько мы, Валя, там уже служим? Лет 17? 17 лет. Столько там прекрасных людей. Все фронтовики, которые воевали, уже, наверное, все, кто умер, все, мы успели привезти их в Бог. И они все покаялись. Они были нашими братьями и сестрами. У нас даже первая свадьба в церкви, это была с гелиатрического центра. И они там жили, им уже было где-то под 61 лет, да, мать? Ну да. Мы сказали, надо расписываться. Нельзя жить, это грех. И они, представляете, пришли и говорят, мы расписались, благословите нас. И у нас первая свадьба была не среди молодоженов, а среди людей из гелиатрического центра. И они такие радостные были. Они жили, знаете, как такие, ой, ой, такие, улыбку. Он аж покраснел весь. Она покраснела от радости. Слава Иисусу! И там прекрасное служение. Мы были там, мы постоянно там. И там очень, очень хорошие люди. Люди, которые оставлены своими детьми. Никогда не оставляйте своих родителей. Это проклятие. Бог будет судить вас за их. Нельзя родителей оставлять. Мне нравится, что вот у нас... Я давно уже не живу, 27 лет у нас на Кавказе. У нас нет дома престолов. У нас нет такого понимания. Взять маму или папу, оставим дома престолов. Родители это святые. Ну, в Америке есть ограничения, но там совсем отличается долг престаренных от наших. Но не оставляйте своих родителей. Любите своих родителей. Аминь? Аминь. Вот я мечтаю. Ты скажешь, пастор, опять ты, опять ты вот у тебя мечты такие. У меня есть мечта. Мечта. И я молюсь за это, чтобы Бог утвердил это в моем сердце. Что когда церковь станет больше, мы разбогатеем. Я построю. Лично. Я найду спонсеров. У нас есть организация Добрый Самарянин. И мы с женой вместе, и со всей командой мы построим дом для престарелых. И там будет совсем другое отношение. Они будут просто купаться в любви. Мы будем их любить, обнимать. Я буду приходить к ним каждый день, плакать в гостях. Это будет прекрасно. И я хочу такое сделать. Да? Вы что, не верите? Если вы не верите, вам придется сегодня каяться здесь. Поэтому мы сделаем это. Аллилуйя. Скажи на это Аминь. Поэтому Воскресение Иисуса Христа. Там, господа, садитесь. Чего вы стоите там, как есть? Воскресение Христа принесло нам не просто мертвую религию, но живые отношения с Богом. Слава Иисусу! Знаете, Воскресение Христа не имеет аналогов. Единственное, Он только пришел как человек. Умер. И на третий день Воскрес. И сегодня живет на небесах. Но так же и живет в нас Духом Святым. Сегодня есть много разных учений, разных глушей религий. Не, 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 не. Есть только один Бог. Только один Господь. Только один. Это Иисус Христос. И придет время, когда мы с Ним все встретимся. И Библия говорит, и Он будет каждому смотреть в лицо. Каждому. Он будет каждому смотреть в лицо. И Он будет смотреть на вас, на всех. И Он скажет, молодец, ночью. Он скажет, молодец, добрый и верный раб. У тебя не все получалось. Ты иногда падал, грешил. Но я видел, как ты старался и стремился следовать за мной. Войди в радость у Господина своего. У Бога есть особенная радость для нас. Он приготовил время для нас. Поэтому, знаете, ради этого стоит умереть для всего то, что неукодно в глазах Божьих. Это так прекрасно жить с Ним. Это так прекрасно жить и не идти в одном течении со всеми остальными. Библия говорит, не идти за большинством на зло. Если большинство идут на зло, я иду что? По Божьему пути. Слава Иисусу! Да, хорошо. Поэтому, благодаря воскресению Христа сегодня есть еще одна новость. Хорошая новость, что сегодня мир он движется ко спасению, к искуплению, а не к погибели. Слава Богу! Поэтому, благодаря Ему воскресению все верующие также будут воскрешены, чтобы жить со Христом вечно. К сожалению, многие отвергают это сегодня. Но как бы они не отвергали, я вам хочу сказать, несмотря на то, что гроб оставался закрытым, но его там не было. Его там не было. Несмотря на то, что сердца сегодня закрыты, сердца сегодня закрыты на замок, и они говорят, не верим, он воскрес все равно. Аминь. И он живет в нас. И он живет в нас. Как в то время не верим, потому что как? Камень не был отвален, а его там нет. Поэтому, как бы сегодня люди не говорили бы, Христос сегодня воскрес. Идея 2 глава 22, говорится, что узы смерти не смогли удержать его. Смерть не в силах была удержать Христа во гробе. Сегодня его сила способна также разрушить всякое рабство, которое удерживает тебя. Всякое рабство. Скажи на это аминь. Ефесянам 3 глава 20 и 21. Деяне 1 глава 8 написано, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете что? Моими свидетелями. Сила, которая у нас в воскресенье, она будет только действовать. Только тогда. Только тогда, когда мы будем действовать. Когда мы будем что-то делать. Если бы мы ничего не делали бы, в сфере детского служения, сегодня Бог бы не менял бы там очень людей. У нас уже есть свидетельства в туп-диспансере, мы уже трудимся, наверное, лет, наверное, 15-16. 15. В детском отделении. Мне Оксана, лидер этого служения, которая была здесь, Оксана рассказала, что пастор, многие, многие уже исцелились, и многие уже очень быстро выздоровели и выписались. Потому что была там молитва. И мы там не только по праздникам, каждую неделю мы служим там. Каждую неделю. Бог открыл нам ворота, двери, и мы пошли туда. Бог открыл нам двери, и мы пошли туда. И если бы мы сидели бы только, то эта сила бы не действовала бы в нашей жизни. Но так как мы встали со своих мест и сказали, Боже, мы будем что-то делать, когда ты начинаешь действовать, когда ты начинаешь творить добро, то эта сила, которая в тебе, она начинает проявляться через тебя, на помощь другим людям. И не только. Эта же сила, она что? И касается тебя, и решает твои личные нужды. Аминь. Потому что есть что? Есть принцип. То, что ты посеешь, то и ты пождешь. То, что ты посеешь, то и ты пождешь. Вот почему самые радостные люди, люди это, которые любят давать. Они дают свое время, они дают свои финансы, они дают свою улыбку, они дают свою любовь. И вы понимаете, посмотри на человека, на твоих людей, посмотри на тот, который грустный постоянно, и тот, который радостный. Почему он радостный? Потому что он всегда дает. Он дает, и Бог его наполняет своей радостью, своей силой, своим миром, своим утешением. Поэтому вот почему важно, когда в церкви каждый человек, он находит свое призвание, и он трудится, и он творит что-то, тогда сила Божия, сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, она действует через Него и меняет также Его жизнь. Во имя Иисуса Христа. Давайте Ефесянам еще одно местописание. Так, 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 Ефесянам 3 глава, написано. С 2, так, 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 Ефесянам 3, 3. С 20 стиха. А тому, кто действует в нас силой, а тому, кто действует в нас силой. Смотрите, Бог действует в нас как? В своей силой. И написано, может сделать несравненно больше, чего мы просим, или о чем мы помышляем. Смотрите, сила, которая действует в нас, сила воскресения, оно готово, оно способно творить невозможное. Оно способно творить больше, чем наши человеческие возможности. Говорится, что оно делает несравненно больше, о чем мы помышляем или просим. Это сила воскресения. Для нее нет ничего невозможного. И слава Богу, что христиане, все верующие в Иисуса Христа, они имеют эту силу внутри себя. Если ты сегодня говоришь, пастор, и я хочу пережить эту силу, сегодня есть время, чтобы мы помолились. Может, ты говоришь, пастор, я верю, что это сила внутри меня, но я сомневаюсь. Сегодня есть время, чтобы ты мог утвердиться в этом, чтобы мы помолились за это, чтобы эта истина, чтобы это откровение, оно утвердилось в твоем сердце. Поэтому сила воскресения, оно способно нас поднять выше наших человеческих возможностей. Поэтому Дух Святой, сила Святого Духа разрушает всякие ограничения, которые есть внутри нас. И творит намного больше, чем наши возможности. Ты здесь или нет? Сила воскресения. И в Ефесятах еще, в первую главу, написано о силе, как безграничная, безграничная, великая сила. Безграничная. Поэтому сила воскресения не имеет границ. Она названа как безмерная, безграничная, которая принадлежит каждому из нас. И вот в Бытие, 18 глава, я вот хочу закончить про Абрама и Сара. Бытие, 18 глава, я хочу вам просто прочитать, и где-то через минут 5, Оксана. Ты, да, сегодня играешь в нас? Будь готова к труде и обороне. А вы, это, две Лизы, вы знаете, что вас снимают на видео? Вы пробовали слушать, или там, или вы делитесь о силе воскресения? Да? Ну, если ты, если ты говоришь честно, то тогда да, а если неправду, Бог это видит и слышит. то ты знаешь, что всякая ложь, она будет осуждена. Бытие, 18 глава, написано, братья и сестры, давайте я вам прочитаю. Так, так, так. А! И сказал один из них, вот приходит ангел, приходит Бог через ангелов, приходит к Аврааму, а у Авраама, у Сары не было детей. Не было детей. Аврааму было 90, просто Саре в то время было 80. И говорится, что у Сары обыкновенное ее прекратилось. То есть, вы поняли, о чем я говорю, да? Обыкновенное, вы поняли. То есть, не надо вам это, как его, истолковаться. И написано. И сказал один из них, пришел к Аврааму и говорит, я опять буду у тебя, и в то же время, в следующем году, у тебя будет сын, у Сары будет сын, у жены твоей будет сын. А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сара были старые, и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин, у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказала, мне ли, когда я составилась, иметь сие утешение? И господин мой стар, то есть, она Авраама называла своим господином. Вы слышите, женщина? Она называла своего мужа своим господином. Ты называешь его мужа своим господином? Даже когда он приходит пьяный в доску, ты можешь его встретить и сказать, мой драгоценный господин, я тебе приготовил ванну, вкусный борщ, имбирь и чай. положить ему, покупать, положить ему в постель. Он утром встанет, и он скажет, он, когда встанет друг, он скажет, слушай, мне такой сон, как будто бы ты меня встречаешь, купаешь меня. Вот это сон. Он даже не поймет, что это правда. И написано дальше. И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялось с сада? Сказал, неужели я действительно могу родить, когда я состарился? И вот 14 стих, самый мощный стих. Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году и будет у Сары сын. Сара же не призналась, Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась. Ибо она испугалась, но он сказал, нет. Бог сказал ей нежно, нет, Сарочка, ты смеялась. Бог не сказал, как я не смеялась, грешница. Но Сара на самом деле слукавила, обманула, слукавила, она не поверила. Знаете, есть смех, смех веры, в Библии есть, много раз, когда люди, там даже в Псалме говорится, что смех веры, а есть смех не верит. И вот у Сары был смех не верит. У вас бывало такое? Бывало, когда ты смеешься, и не веришь в игры. Да? Давай, давай, давай. Поэтому, говорится, нет ничего невозможного. Сила Божия, здесь мы видим, она не ограничивается человеческими возможностями. Важно доверять сегодня не твоим способностям, а Божьим способностям. Когда, например, Захей из-за своего маленького роста не смог увидеть Иисуса, Иисус, что? Говорится, что Захей увидел свокомницу и залез на нее, чтобы увидеть его. Послушайте, нет ничего невозможного для Бога. может, 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 ты сегодня слушаешь или читала, или читал это местописание и тоже смеялся. И у тебя такие проблемы, ты уже настолько живешь в этих проблемах, что тебе даже уже не верится, что ты выйдешь из них. И когда на самом деле, может, ты сегодня слышишь эту проповедь, и ты смеешься внутри, смеешься внутри. И когда говорится, что она смеялась внутри, это говорилось о ее настрое внутреннем невере. У нее был внутренний настрой. Слушайте, ты никогда не пойдешь дальше своего настроя. Если ты не поменяешь свой настрой внутренний, ты ничего не увидишь от Господа. И говорится, что она сказала, я не смеялась и, говорится, убоялась. Вы знаете, что она обманула и убоялась? Вы знаете, всякий раз, когда мы лжем, мы наполняемся страхом. Ты здесь или нет? Когда человек врет, он всегда будет движим страхом. Он всегда будет движим страхом. И Сара, она была движима страхом. Сара внутренне рассмеялась. Поэтому сегодня, может, ты уже смирился с твоей проблемой. И твой внутренний настрой наполнен неверием. Я хочу тебе сказать, что нет ничего невозможного для Бога. Сегодня время, когда тебе нужно высвободить свой смех веры и сказать, да, Бог, ты воскрес, чтобы воскресить и мою жизнь, чтобы воскресить мою веру, которая умирает, чтобы оживить мои мечты, воскресить мои мечты, которые уже умерли, чтобы оживить мои ожидания, чтобы принести жизнь, принести жизнь в мои финансы, в моей семье, Потому что взаимоотношения в моем доме между мною и мужем, или между женой и мною, они уже смертят. Там уже нету нормальной жизни. И ты думаешь, наверное, Бог никогда не изменит ситуацию в моей семье. А я тебе хочу сказать, можно изменить, если ты что-то будешь для этого делать. Если ты будешь что-то для этого делать. Если ты примешь решение поменять свой настрой и смотреть на свою семью, не глазами страха, не глазами неверия, а просто смотреть, Господи, на свою семью, что твоя семья, она способна воскреснуть благодаря воскресению Иисуса Христа. Я не знаю, может, у тебя есть болезнь сегодня, и ты говоришь, ты даже не веришь, что твоя болезнь может сегодня, твоя болезнь может сегодня исцелиться. Но сегодня сила воскресения здесь, чтобы разрушить всякие препятствия, всякие ограничения. Бог не хочет, чтобы его дети жили в ограничении. Бог хочет, чтобы мы имели полноту. Ты здесь или нет? Сара, есть ли что трудно для Господа? Есть ли что трудно для Его силы? Есть ли что трудно для силы воскресения? Говорится, и ангел сказал им, женщина, идите поскорее и скажите. Идите поскорее и скажите, что Он воскрес. Вот почему мы не должны сидеть и просто только наполняться силой Божией. Но это не только для этого, чтобы мы могли идти скорее и говорить своим соседям, друзьям, которые наполнены грехом, проклятием, которые умирают. Потому что Бог сказал, идите скорее и скажите всем ученикам, что Его тут нет. Вот почему мы сегодня делаем евангелизацию. Вот сегодня почему мы проводим детские служения. Вот почему мы проводим сегодня акции. Вот почему сегодня наша команда идет по больницам, там, где люди в алкологии, там, где люди умирают. Вот почему мы говорим им весть о Христе. Вот почему мы проповедуем и молимся за этих людей. Потому что нам Бог сказал, идите поскорее. Не говорится, размышляйте, а говорится, идите, идите, идите поскорее. Почему? Потому что мы не идем одни. Мы идем с этой силой, которая воскресила Христа из мертвых. Хайллюя! Давайте мы, драгоценные сейчас, встанем на свои ноги. У нас мало очень времени. Очень мало времени. Очень мало времени. Поэтому нам надо скорее двигаться. Поэтому, пожалуйста, все оставайтесь на своей жизни. Снять Его выше, Его человеческих возможностей. О, есть ли что-то трудное для Тебя. Боже, пусть Господь, научи Его доверяться Тебе. Боже, научи Его доверять Твоей силе. Ходить в Твоей силе. По имя Иисуса, благослови Его, Боже. Пусть обоим Твой святой огонь. Зажжет все, что не угодно Тебе. И пускай Твоя полнота, пускай Твоя жизнь, Твоя сила будет на нем. И я провозглашаю моим Иисусом. Я провозглашаю полное исцеление. И я молю, чтобы Ты использовал моего брата. Господь, сделай его горячим в боль. Горячим, Господь. Сделай его сильным в Тебе. Чтобы он приносил большие плоды для Твоего Царства. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Полная свобода. Полная свобода. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови. Дай мне небе. Господь коснись. Пускай Твоя сила прикоснется к Нему. Пусть она никогда не останется похожей. Пусть ее сердце, оно будет открыто для Тебя. Чтобы Ты мог делать большие дела через нее. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Коснись. Сила. Коснись. Коснись. Полная исцеление. Полная исцеление. Сила. О, да разобьет. Сила Божия на Твое тело. Сила Божия. Я пропозглашаю путь из целида. Огонь Божий. Огонь Божий. Огонь Божий. Прикоснись. 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 Восстановить от души Все, что он потерял Да возвратится в север Во имя Иисус Господь Тот призвание, которое ты Имеешь для души Пусть оно откроется для него Во имя Иисус Благословение на него жизнь Благословение на него Во имя Иисус Коснись 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 Коснись, Господь Коснись, дорогой Бог Эту дорогую Богу Коснись ее сердце Имею, Господь Чтобы она никогда не оставалась прежней Коснись 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 Больше 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 Огонь Он, Боже, во имя Иисуса, нет ничего трудного для Бога, нет ничего трудного для Его силы, просто доверяйся, Он обратит твои слезы в радость, Ты пройдешь все трудности, и Ты сможешь помогать другим, Ты сможешь исцелять, Бог будет через тебя исцелять. Больные сердца, Боже, я здесь, и сила Твоя, и всякая проблема, всякая трудность, всякая давность, В ее себе, в ее жизни, я приказываю, чтобы во имя Иисуса, я пропослушаю, что ничто это не сможет устоять перед силой возле всей космоса. О, пусть утешение наполнено в сердце, мир, мир, Боже, на тебя, я приказываю, чтобы всякие бури, всякие штормы жизненные утихли, утихли и замолчали сейчас. 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 Огонь. Сильно. 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 Аллилуйя. Будь. Господь, да и кровать. Я верю, что Твоя сила даст дару ей крепость. Пусть она будет сильна, крепка, как халер. Чтобы она, Господь, до конца своей жизни была наполнена хвалой от тебя. Чтобы она никогда не переставала приносить плоды. Потому что Ты Бог в сердцевидесят. И я провозглашаю Твой большой урожай на все семена, которые насеют в разных сферах. Во имя Иисуса. Я провозглашаю полную свободу. Полную свободу сейчас. Полная свободу. Полная свободу. Полное успевление, Господи. Полная свободу. Полная свободу. Полная свободу. Он предпочитает... Полная свободы. Полная свободу. Больше пусть моего брата, пусть Господь, с сегодняшнего дня его сердце будет наполнено хвалой Тебя, пусть он никогда не останется таким. И я молюсь, чтобы он... Господь, я прошу Дух Святой Тебя, чтобы Ты вложил внутрь Него голод и жажду по Тебе. Во имя Иисуса, пусть сила воскресеет, утвердит Его в свободе, утвердит Его в Твоей любви, утвердит Его в познании Тебя, утвердит Его в призвании Его.